Всем огромный привет! Заглянула на мой YouTube канал впервые. Меня зовут Таня. Здесь я в основном говорю про парфюмерию. Видео парфюмерное и нишевый бренд Диптик. Я уже показывала вам этот подарочный набор из пяти видов туалетной воды по 10 мл. Только набор-то показала, но я ничего про него не рассказала, потому что я с этим брендом была плохо знакома. Взяла специальный набор, чтобы познакомиться и познакомить вас. Расскажу сегодня, что понравилось, что не понравилось, что хотела бы приобрести. Кому интересно, вставайте со мной. Всем приятного просмотра. На самом деле, да, такой классный наборчик. Черно-бело, вроде все так лаконично. Вот это я так поняла, здесь нарисованы все парфюмы написанные, которые есть у этого бренда. Так, открываем. Здесь сразу такой вот вкладыш. На этом вкладыше, на многих языках написана концепция бренда. Для компании Диптик создание аромата это искусство, искусство путешествия, в общем и так далее. Ну, ничего такого, знаете, особенного, кому интересно, можете прочитать, загуглить, да, загуглить. Так, потом, так вот здесь все, калечка такая красивая, нежная, все очень нежно. Так, пять флаконов и все флаконы, они передают рисунок полноразмерного флакона. Потом буду вам картинки ставить. И что мне еще понравилось, что здесь вот такой вот мешочек можно положить сюда, если куда-то с собой брать, да, парфюм этот и не разольется, не разобьется и не поцарапается. Так, давайте теперь к самим ароматам приступим. Я сказала, да, что все это туалетные воды. Буду сразу вам говорить стойкость. Какое время года. Итак, поехали. Первое, это какая-то роза, в общем, туалетная вода, розочка. Буду сначала на руку разносить, наносить, потому что пока место есть, потом уже на блотере, когда место не будет. Потому что хватит всего пять парфюмов. Так, роза. На старте. Бергамот, роза. Личи здесь заявлено. Да, есть что-то, какая-то кисло-сладкая, ноточка. Это, ну, знаете, сразу вот со старта звучит как-то банальным таким парфюмом, простым с розой, да. Если его сразу вот так вот начать тестировать, он может вам и не понравится, если кто-то знает более, да, красивые парфюмы про розу. Хотя вот мой сын протестировал, сказал, что он похож на инитю атомная роза, вот этот аромат. Я сходства не нашла. Инитю атомная роза, он какой-то такой более плотный, более яркий, более какой-то такой землистый. А этот очень такой простой, понятный, женственный аромат про розу. Так, дальше, что здесь в пирамиде? Жасмин, мускус, кедр и белый мед. Вот, кстати, база мне у этого аромата очень понравилась. Здесь розочка переплетается с медом, запахом меда. А мед, знаете, такой не приторный, не сладкий, а вот нежный какой-то. Очень красивое сочетание. Сочетание. Стойкость часа три, наверное, шлифить будет первые полчаса. Ну, не очень, да, стойкий. Хотя для меня стойкость три часа это нормально. А вот многие пишут, что если мы уже берем ароматы нишевого бренда, который дорого стоит, так чтобы уже хотя бы стойкость была. Но это туалетная вода, я думаю, на лето очень хорошо подойдет. Вот сейчас обливаться, поливаться, не задушить, не придушить, никому не помешает. Такой нежный, женственный, да, я уже сказала. Но себе бы я его не приобрела, потому что у меня есть парфюмы с розой намного красивее. Так, дальше Донсон, тоже туалетная вода. Наверное, буду показывать, не видно, да. Но буду вам картинки ставить, как я вам обещала. Так, на руку, да, тоже распыляем. Вот этот аромат мне понравился больше. Это, знаете, классический белоцветочный парфюм. Здесь жасмин, тубероза, апельсиновый цвет, роза, ирис, розовый перец, мускус, бензоин. Знаете, что этот парфюм мне напомнил? Какой парфюм? У Гуччи есть вот эта вот серия Блум, да, какой-то из них. По-моему, вот у меня что-то было, по-моему, в розовом, розовый такой флакончик. И похожи они, ну, может быть, знаете, такой вот классический просто белоцветочный аромат. Жасмин здесь сильно выделяется. Ну, вот что значит ниша, да, Гуччи это люкс. И вот эта вот ниша, он звучит как-то более так дороже, более переливается, более красивее, более как-то сглаженно, да, наверное, его вот сделали. Очень красивый белоцветочный аромат. Вот, кстати, советую его, он держится уже дольше, чем вот первый розовый, я вам показала. Наверное, часов 5-6 будет держаться. И на какое время года? Да, я думаю, что, наверное, на любое время года. Вот я сейчас его летом тестировала, он красиво, кстати, раскрылся. Хотя здесь есть и жасмин. Жасмин, он всегда очень яркий, да, аромат с жасмином, особенно с туберозой. Ну, это такой вполне себе нежный, такой спокойный, очень приятный. Дальше. Дальше это какой-то Death Sense. Тоже красивые такие рисуночки на них. Тоже ставлю картинку. Так, еще на руке есть место. Давайте буду на руку еще раз пылять. Это со старта, знаете, такой зеленый аромат, такой вот фужерно-зеленый. Очень ярко выражена здесь зелень. Что здесь в пирамиде? Цветок апельсина, горький апельсин, ягоды можжевельника. Вот эти вот ягоды можжевельника всегда выдают вот эту вот какую-то зелень, горчинку. Так, Ангелика Пачули. Очень он мне понравился. Вы знаете, так подумывая тоже, может быть, полноразмерный флакон взять. Такой необычный зеленый аромат фужерный. И знаете, еще чем он мне понравился? Он в базе замыливается. Я люблю, когда вот в аромате есть такая вот нотка чистоты мыла. Очень такого дорогого, хорошего мыла, красивого. И вот сейчас я его летом, да, его носила. И сначала он такой яркий, какой-то мощный, такой зеленый. А потом, когда выветривается в базе, вот просто вы ощущаете запах чистого, намыленного такого тела. Так, очень понравился Death Sense. В общем, вы знаете мое произношение. Читайте, смотрите картинки. И уже не обижайтесь на меня, что я так произношу. Так, следующий это Lombre Denslo. Вышептала, да, вышептала. Картиночки тут такие красивые. Наверное, вам не видно, здесь лебедь. Лебедь нарисован. Так, распыляю. Знаете, что сразу на старте такая вот реалистичная смородина. Вот прям вкус смородины. Это листок смородины, ягоды смородины. Очень красиво, знаете, так не синтетически. Красиво так передается. Очень яркий такой насыщенный зелено-смородиновый аромат. Так, а что здесь в пирамиде? Это лист черной смородины, смородина роза и пятигрейный. Горчинка такая вот пятигрейная, да, очень красивый. Вот этот парфюм мне тоже очень понравился. Такой яркий, мощный в базе. Также остается вот этот вот смородиновый запах и с какой-то горчинкой. Тоже стойкость, наверное, часов 5. И смородина не дает здесь кошачьи лотки. Мне очень часто смородина дает кошачьи лотки. Здесь нет. Здесь я это не чувствую. Очень красиво. Рекомендую, кто хочет такой хороший, красивый, нишевый парфюм со смородиной. Ламбре Денцло. У меня много смородиновых ароматов, но этот меня очень зацепил. Классный. Так, и пятый парфюм. Это филоскос и это инжир. Я вам уже рассказывала, у меня был пробничек, мне дали 5 миллилитров, уже весь выбрызгала. Рассказывала вам, что это аромат про инжир, про плод инжира, там и дерево инжира, в общем, ну, самое дерево и лист инжира. Сейчас я его поносила получше, да. И сейчас я уже здесь очень хорошо чувствую кокос. Вот знаете, он был выпущен в 1996 году, была парфюмерная вода выпущена, потом перевыпущен в 2012 году. И вот эта туалетная вода у меня, не знаю, в каком году был выпущен. Вы знаете, в ней не заявлен, по-моему, кокос. Но я здесь его очень хорошо слышу. Очень красивый парфюм. Я вот знаю, что многие не любят кокос, но здесь так красиво скомпоновали инжир с кокосом и сладость, и зелень. И вот эта вот лактонность какая-то кокосового молочка очень мне понравился. 5 мл выбрызгала, вот здесь у меня еще есть 10. Потом думаю, что буду, наверное, полноразмерный флакон покупать. Тоже всем рекомендую про инжир и про кокос. Очень такой необычный. Стойкость часа 4, наверное, 5. Очень такой красивый летний парфюм. Я считаю, что это летний парфюм, аромат, туалетная вода, потому что все-таки инжир, зелень, это фужерный и плюс кокосы. Кокосы всегда у нас что-то ассоциируются с летом. Вот, в общем, показала вам. Сейчас я упакую все, чтобы... А то кот сейчас прыгнет, все у меня здесь поваляет. Сразу упакую, спрячу. Еще хочу, что вам заранее сказать. Мы с Ксюшей Нагараев, да, хотим снять прямой эфир вдвоем, да, разделим. Она, я будем вдвоем с ней. Это будет, может быть, в понедельник вечером по московскому времени. И какая тема будет... Мы вообще хотим обо всем поговорить. В общем, о женском. Вообще про женщин, про парфюмы, про косметику, про израильские женщины. Так как мы живем в Израиле, будете задавать вопросы. Я сама прямые эфиры проводила. Вы видели, да, но я их потом подоляла. Мне как-то не очень нравится. Может быть, потому что у меня опыта еще нет проводить прямые эфиры. И я решила, вот это моя идея была, с Ксюшей провести прямой эфир. Ей очень нравится. Вы видели, какие у нее прямые эфиры. Эфиры классные. В общем, я решила поучиться у нее, да. Будем с ней вместе. Будете задавать вопросы. И, в общем, кому интересно, заходите. Напишите тоже в комментариях, вообще ли вам интересен такой прямой эфир, где будем мы вместе с Ксюшей. Так, все. Упаковала. Закрыть надо. Спрятать. Спрятать, чтобы кот не погонял. На этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, конечно же, поставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Всех благодарю за просмотр. Пишите в комментариях, кто знаком с этим брендом. Какие еще красивые у него есть ароматы. Всем пока-пока. До новых встреч. Я целую.